Добрый всем день! Сегодня у нас обзор приставки из далекого 2014 года. Приставка называется Telefunken. У приставки много достоинств. Во-первых, это прекрасный дизайн. Во-вторых, это богатое оснащение разъемами коммуникации. Есть вход для телевизионной антенны. Есть выход на следующий радиоприемник. А также стандартный выход под разъемы типа тюльпан. Ну и, конечно, HDMI. В комплекте был стандартный кабель под стандартные тюльпаны с двух сторон. Кабель HDMI в комплект не входил. Еще одно достоинство этой приставки – телевизионный пульт. На мой взгляд, это самый-самый-самый удобный пульт из всех телевизионных пультов для приставки, которые я только видел. Размеры приставки практически стандартные. Вот она сравнивается со Starwind. Меню приставки простое, удобное. Сейчас мы запустим автопоиск. Почему-то на видео изменилась цветность. Ну, да ладно, бухнет. Поиск приставка производит очень быстро. На самом деле, тоже, наверное, отнести надо к преимуществам. На частоте 586 сейчас она что-то найдет. Ага. Нашла 10 каналов. Первый мультиплекс и 3 радиостанции. Что у нас? И со вторым мультиплексом все у него хорошо. Это вот в режиме реального времени. Для каких-то других приставок, в том числе для World Vision, я вынужден был резать видео, потому что процесс был очень долгий. А здесь вот все быстренько. Так, о, Uline. Тоже неплохо. Рекламка пошла. Сейчас попробуем выцепить информацию об уровне и качестве сигнала. Так, что мы здесь видим? Качество сигнала, оно, в общем, при таком уровне как-то маловато. Это особенность этой приставки. В чем дело, не очень понятно. То есть, при уровне 87 ожидать хотелось бы качество порядка 100. Вот то ли кривой индикатор. На самом деле, есть еще один гораздо более серьезный недостаток. Это приставка. Она замечена в рассинхронизации видео и звука. То есть, ведет, отстает от звука или, наоборот, опережает. Лечится одним единственным способом, поскольку прошивок для этой приставки уже не выпускают. То есть, раз в час приставку надо выдернуть из розетки и включить обратно. Иными способами ничего добиться не удается. И, наверное, это самая-самая большая причина, чтобы эту приставку поменять на что-нибудь более современное. Потому что, конечно, это раздражает. А обновить программное обеспечение, повторюсь, невозможно. Приставка все-таки достаточно старая. Несмотря на прекрасный дизайн и прекрасный пульт дистанционного управления, эта приставка снята с производства. И ничего такого же красивого больше не производится. Вот. Ну, скоро у нас будет обзор еще одного Телефункина. А пока, всем пока! В таком коротком формате у меня запланирован обзор еще порядка 20 приставок. Если интересно, смотрите. Ожидается выбор нового лидера 2021 года.